80 кубов гуманитарного груза отправят по коридору помощи в Луганскую Народную Республику и распределят между четырьмя военно-полевыми госпиталями. Туда, прямо с линии соприкосновения, поступают раненые бойцы. Генераторы, лекарства, постельные принадлежности. Все готово к отправке. До отъезда фуры с гуманитарной помощью, которую сформировали по поручению депутата Госдумы Александра Прокопьева, осталось пара часов. Погрузка завершается. Дольше всего мы ждали вот эти военно-медицинские рюкзаки, тактические. Это было изготовлено по нашему заказу во Владимирской области. Они существенно отличаются от обычных. И, наверное, самое правильное слово, которое можно подобрать для описания его характеристик, это слово «усиленный». Здесь все есть необходимые карманы для того, чтобы расположить бинты, шприцы и даже вот карман для термолобильных препаратов. Сладкое лекарство – 200 килограммов алтайского меда – привезла депутат Бийской городской думы Олеся Терышкина. И сладость, это и дофамин получит организм. Мы же все знаем, горячее питье с медом хорошо поднимает иммунитет и помогает оздоровлению организму. В условиях полевого госпиталя бойцы находятся недолго. Легко раненые, получив помощь, возвращаются в строй, а с тяжелыми ранениями переводятся на лечение за линию соприкосновения. Чтобы поддержать раненых, бейчане передали то, что все любят и что обычно приносят своим друзьям и родственникам, когда те лечатся в больнице. Это сладости. Это подарки медсанчасть, ребята с передовой, ребята лечатся, выздоравливают. И наши сладкие подарки им очень пригодятся. Весь сладкий груз, около 150 килограммов, поделили поровну на 4 госпиталя. Операторы школьного питания, колледжи, ветеранские организации, местные предприниматели Бийска все попросили Александра Прокопьева передать для наших бойцов в подарки. Это уже не первая фура, которую он отправляет на линию соприкосновения. Каждый раз история повторяется. Люди, которых я даже не знаю, выходят на связь, высказывают просьбу взять на борт то, чем они хотят поделиться, чем хотят поддержать наших бойцов. И это не политическая акция, это искреннее желание людей поддержать нашу армию, поддержать наших ребят. Журналисты телеканала «Толк», узнав, что в госпитале отправляются телевизоры с портом USB, закачали на флешки интересные фильмы. Надеемся, это поможет ребятам поднять боевой настрой. А впереди у фуры 4000 километров, несколько дней дороги. Наша съемочная группа тоже отправится в Луганскую Народную Республику и вскоре расскажет, как бойцы встретят посылки и весточки со своей малой родины. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.